В президентский кадровый резерв отобраны подготовленные и энергичные молодые люди, говорит политолог Дениар Ашимбаев. Он присутствовал на заседании экспертной комиссии в качестве наблюдателя. По его мнению, государственный аппарат всегда нуждается в притоке свежей силы, поэтому отбор в президентский резерв должен проводиться постоянно. Было введено, сделано активы в формировании молодежи кадрового резерва. Этот процесс должен быть постоянный. И для того, чтобы преодолевать имеющиеся, к сожалению, в наших политической традициях определенные недостатки, как я уже говорил, и кумовство, и тройболизм, и коррупцию, необходимо, чтобы процесс был как можно более транспарентным. Молодые люди, прошедшие отбор в президентский кадровый резерв, приблизят Казахстан к достижению заветной цели. С их помощью наша страна войдет в топ-30 развитых стран мира. Так считает вице-ректор Академии госуправления Айгуль Кущербаева. По мнению эксперта, в сфере государственного менеджмента отобранные лидеры смогут отвечать на вызовы меняющегося мира. Те 300 молодых людей, которые сегодня вошли в этот президентский молодежный кадровый резерв, они имеют абсолютно большие возможности для того, чтобы управлять именно в меняющемся мире. Потому что ситуация в глобальном мире, она сегодня достаточно быстротечна. То есть каждый день мы наблюдаем изменения каких-то тенденций, событий, возникают новые проекты, возникают какие-то новые течения. Но для того, чтобы Казахстан все-таки вошел в 30-ку развитых государств мира, о чем было обозначено еще в 2013 году, мы должны, в общем-то, делать ставку именно на человеческий капитал. Продолжение следует...